Теперь дальше. Фонд помощи фронта. Фонд помощи фронта собирали грибы, яблоки, ягоду. Вот это. Теперь дальше. Когда были в Авукатве, значит, женщины днём по снегу убирали рожь, а мы под командой, у нас один был инвалид такой солдатик, дядя Ваня, он без ноги, из верблюдов караван делали, на каждого верблюда нас, пацанов, сажали. В Энгельс мы зерно ввели на элеватор и обратно, а возвращались, весь наш труд определялся по буханкой хлеба. Когда суворостами стали, ну вы уже здесь больше меня даже знаете, дрова, уголь разгружать для ТЭЦ часто нас привлекали, очень часто так. Мало того, что оказывать прополку огороды, колхозникам ездили прямо на неделю, вот оценив вот такой труд нас так. Вот это важно, это важно, значит, подробно, то за что-то дали, вот не дали, то за что. Вот это важно, значит, это дополнение, я считаю, что это правильно. Ну, формулировка указа, вот про нас, суворовцев, наши конкретные первые роты Тамбовского суворовского училища, которые вживые, мы все получили медали. Формулировка идет так, за активную помощь в восстановлении развития тыла, связанную с нарушением экономики в годы войны. Вот так вот, вот так вот, если можно своими словами выразить. Спасибо вам большое. Вот это. А вообще, вот, и вам бы связаться, знаете, здесь вот в поселке Новом, в Ромов, полковник Ромов. И слепая она, так вот, а так вот, им бы познакомиться. И, во-первых, она, Клара, может, очень много, интересная, она была в концлагере. В концлагере была, да? Да. А, это интересно. Она в концлагере, она же украинка. Москва. Ну, вот как-нибудь с ними встречаться. Она получает сейчас пособие, поэтому. Я бы взяла, у меня там есть, надо будет, ребят, попросить, чтобы они этот, ну, этот, диктофончик тоже что-то сделали там. Я бы с удовольствием встретилась с ними. Тем более, суворостью, я ничего не знаю. Какого декабря? 19 декабря. По идее, там два человека должны снимать. Один записан. 31-го года. 31-го. Он тоже, это первый из первого выпуска, да? Да, он первый выпуск. Город Борисово. Город Борисоглебск. У меня папа Борисоглебский родился. Да. О, библиотеки, ну смотри. Борисоглебск образовый. А? Воронежск, Ловночка. Воронежск, Ловночка. А вы тоже оттуда? Да. У меня папа там родился. А район? А район? Здесь такой, 25 километров. Город Борисоглебский. Сам Борисоглебский район. Так, город так, местный. А у вас какие-то фотографии есть? Нет фотографий с того времени? Меня? Нет. А там самое что интересное, я забываю, район. Знаете, в Закотовском районе, в Знаменском районе, там дед ветеринаром работал, и вот мама перед смертью приехала и говорит, я хочу на роде. Она сама родила в Знаменском. Приехали, идут старые-старые женщины, у нее, как хулиганка. Напишите, пожалуйста, соглашение своей рукой и приспишитесь. Я такой-то, такой-то. Что такое? На то, что мы вас снимаем на видео. Разрешение. Вот здесь я, Масловский. Это даже так? Да, как же. Я думаете, ну что, придумала сама? Нет, я не говорю, что сама придумала. Паспорт у вас с собой сейчас есть? О, я? Ну подождите, тут я вам выручу. Мне еще тоже понравилось, как вот Маина Николаевна рассказывала, интересно. Она еще и педагог, у нее и речь поставлена. Весь номер не помещаете? Да пусть, тогда вот тут сверху. Она географию в школе вела. Она очень много бы рассказала нам. Потом мы с ней же, вот, они просили нас, я работала на радио. У них не получалось перезахоронение. У нас военная редакция была, я руководила ей. И вот мы тут такую борьбу вели, но получилось. Это перед 40-летием Победы, перезахоронения. Сколько там тысяч народов было. Книга памяти, первый том. Там вот моя очередь, это поле героев. Я там рассказываю, как это все начиналось, как мы перезахоронение делали. И мы шефство над этой могилой летчиков, перезахороненных с поля. Мы уже вот сколько лет, после 40-летия Победы, вместе с летчиками туда ездим. Ну, Горис Борисович, наверное, тоже как-то был там. Мы там ездим, значит, там проводим митинг. Обычно вот я митинг веду, ну, так сказать, гражданскую часть или как-то. Ну, а вены отдает команду, там проходят летчики, их с полета снимают. У меня с удовольствием уже много лет. А я хочу у вас разрешение спросить. Завтра мы договорились на утро с Николаем Николаевичем Орловым здесь встретиться. Можно? Ну, раз он сам согласился уже. Да, да. Только. А жила? Что такое? Он на танках, тамбовский колхозник не воевал. Это он сейчас стал говорить. Он воевал на самоходке. Самоходка была подарена ему, его жене. Значит, у них была семейная, первая жена у него. Значит, семейный экипаж у них был. Она была командиром, а он был механиком. У меня есть вот газета, это литературная газета. Вот там они на фотографии, значит, все-таки красивые, когда ты находишь самоходки. Самоходка была подарена им. Она была куплена и епархия. Ну, в общем, эти церковники, да, на свои деньги им подарили за что-то. Они на ней воевали. А теперь он стал говорить, что он воевал на танке тамбовский колхозник. Ну, я не могу его перебить, это тоже будет с моей стороны. Ну, вот он опять говорит, ну, мне неловко его это. Я же знаю, это всю его биографию очень хорошо. Мне неудобно ему говорить там как-то, ну... Ну, я его тоже перебивать не буду. Нет, это я просто вам говорю. Потому что мне... На танке тамбовский колхозник он не был. Вы огромный запишите телефон. А, да. Вы только его знаете, скажите ему, что вот к вам придут и позвонят, из патриотического движения, предупредите, чтобы он был в курсе. А вы можете тоже набирать номер, так? Подойдет или его жена, или позовет его, так? Мы даже к ним можем приехать туда сами. Вот. А, между прочим, о нем можно получить еще... Понимаете, в прошлом году интервью было наше телевидение делали. И он заснят своим рассказом. Ну, нет. У них хранится только месяц. Да? Ну, потом все это... Сейчас уходит в некие подчинения. Они хранят только. Это как на радио тоже бывало, значит, вот, если что хочешь, там, хочешь кассету, значит, новую, это уже там ее отпускаешь, а то, значит, там, оставляешь. Если только... Ну, был по Каприниче главный фонд, если не оставлял, а так фонды оставляли. Кое-что. Громов. Вячеслав Федорович. Я правы. Да. У вас испаркует Семьевский совет ветеранов. Я хотела бы узнать, сколько нам еще отелечислить до конца. Телефон 65, 64, 05. А это где поселок Новый? А это, по... За строителями. Ехать туда, в сторону Котовской. Ага, понятно. А это разве там новый? А не там, не на Севере? И на Радужном какой-то тоже новый. Это строитель Бокина, потом отворот влево. Но Бокин этот самый новый, а потом пошел дальше туда. Отворот будет на Трегуляй. А на Севере тоже новый. На Севере. Там я была. Там утюжили, искали мы там. Потому что когда еще не было улицы Глазкова, не было чисто пружиной. А нет, это я не знаю. Не буду спорять там. Там потом и ездили, а потом поехали в Радужный. А вообще-то, знаете, в Пушкинской библиотеке возьмите альманах, мы из ТБСВУ. Как называется? В Пушкинской библиотеке есть альманах. А у меня есть это. Мы из ТБСВУ. Называется. Это какой год еще? Какой год это? А вы знаете, каждый год, за исключением прошлого года есть. А это что такое есть ТБ? Тамбовское Суворовское военное училище. Сейчас сокращенно ТБ. Т маленькое Б. СВУ. Суворовское военное училище. Давай я вам напишу. Сколько? А вот не знаю даже, что было в Суворовское училище. Студенты у нас. Вот что обидно. А там в училище такой, оно, вклад в развитие города, что ли, культуру внесло. Сейчас. Это удивительно. Сейчас. В 68-й год. То есть в 68-й год. Там более полный. Кораблев это сделал. Я что-то ему звонила, как-то не зазвонилась. Я Кораблева? Он, понимаете, вечером больше. Ну, он обычно перезванивал. У него там где-то отпечатывается. Это что-то вот не перезванивало. У него телефон не звонил. Да, а потом вот Вокин Илья Иванович. Вы его не записывали? Илья Иванович. Минуточку. Минуточку. Это вот участник войны. Я к нему, может быть, где-то в пятницу. С вами мы разговаривали. А, разговаривали? Да. А, ну все есть. Я к вам приду скоро, прошу? До свидания. До свидания. С ним мы уже договорили. С этим Громовым, что интересно, так, во-первых, его судьба через час бросала. Потом он в авиацию перешел служить. Он же последнюю должность. Главный инженер. А он этим знаменитым Громовым не имеет отношения к летчику Громову? А? Нет. Нет. У него отец погиб при контрасуплении под Москвой. Вот у меня 40 человек, я уже записала. Не те, кто у нас в той карточке, вот я по своим блокнотам посмотрела, но надо с ними согласовывать. А вы знаете, вот сейчас… Это мне Громова телефон, напишите, пожалуйста. А у меня тут… Делать, да? Ну, отсюда. Ну, отсюда. И ее, ту жену, как зовут? И жену, как зовут? И жену, как зовут? Клара, отчество забыл. Я написал… Честное слово. Ну, я это спрошу тогда. Я написал, Клара, все. Все? Угу. Спасибо. Угу. Какая-то нескупление. Про полководцев. Про полководцев вас не спросила. Чего? Про полководцев вас не спросила. Ну, вы все равно были мальчишками, наверное, не думали. меня еще удивило один пятикурсник из тоже державинская умерщита державинского стала с ним разговаривать про этот патриотический почин он а ведь а что такое его стала рассказывать я первый раз слышу я люблю ты что да я люблю это учился кровь при одной школе или вам никогда не говорили не новая но на уроках истории какая там история верну ты уже заканчиваешь университет и как же ты не знаешь историю нашего это края говорю чем при этом больше на гордиться ну как же так а 2 гвардейская чуть такое верну армия малиновска тут она сформировалась все минуты варву пойдешь может там тебе его рассказать а вы расскажите мне я тебе коротко могу только рассказать нас вообще молодежь безразличная я уже не далеко не вся молодежь я вас молодежью работаю у нас очень интересная молодежь вот пришли туда не просто случайные люди пришли ведь вот этот мальчишка который искал значит выявлял там факты об участии милиции тамбовской это что безразличие кадеты как-то нас просили мы провели вечер посвященную танковой колонии в этом библиотеке но хорошо говорят он прошел областной а потом нас попросили еще провести специально отдельно они сочинение готовили конкурсное как мы отдельно еще для них проводили вот пришли все вот кто там у нас был продай ринка моя не смогла у нее там колоквием вот какой-то они для нее курсанты показали деньги вот патриотики мы сегодня в этом москве был 28 встречи нашей первой роты и не разговаривали встретились как-то получилось встречи вспомнили интересное событие наших сорок шестом году были у нас на ремонте суворовское училище пригнали пленных немцев и вдруг один старшина этих пленных на нашего генерала кидается с ломиком а какой генерал генерал лейтенант капитофин начальник училища а это легендарный да и значит сразу что же вы мне это не рассказали случай что же вы мне это случайно рассказали ну это что интересно потом выяснилось значит оказалось этот немец был командиром дивизии за то что он не смог ворваться в одессу против капитофина его разжаловали полковник прославился капитофин там в одессе там за него за голубь там какие-нибудь а потом когда он полком на севастополь наступал и севастополь он тоже там да там капитофин опять полковнику дал прикурить вот и вот он из-за капитофин у нас как-то больше ну капитофина он мало памяти понимаете мало а вот капитофин у нас как больше ну капитофина очень много хорошего этот раз у меня не пригласили один товарищ в чем у нас не были времени позвали как и она так хотя вроде свое братство у меня принимали я говорю не пригласили говорю а я говорю я пришел от горды я не пойду я особенно хотела вот этого игоря увидеть очень потому что очень уважаю интересный человек и так он пишет в журналах воспоминания интересно зачем вы никогда не напишите интересно в этих самих а там у вас кабинета я взял все вот эти хорошо все взял и положил все сложились мне бы желательно завтра повзять пожалуйста вы знаете у нас с этим громом несчастье произошло он писал воспоминания я сворый под названием вот когда я у меня это возился с компьютера все сил сделала Да, сейчас такая тяжело. Очень серьезно. Она сказала, что она с большими независимыми участками, она очень активна. Она вообще пересталить по комплекту реализации. Где-то никогда не уйдет. Где-то где-то заложено лифт остается. Ну, тут нет ничего, нигде я летать. Вот там у тебя есть такие знакомые, или это авто живой там едет. Они сказали, что не едет. Остается, остается. Ну, спасибо, что вы приехали. А вы там живете, строители далеко? Я? Нет, я у «Динамо» живу. Ну, а я думаю, что у вас нет. Нет, нет, 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 нет. Да, 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 да. Это, знаете, то, что вывели наши побыстрее из Батвей войска, Американцы сюда съездили вот это строительство этого побыстрее. Мы не помним, как там строили быстро там строительство. А сейчас там уже больше наших побыстрей смены. Ну, там здесь такие-то мало. Ну, вот и не дошла. Ну, вот и дошла. Ну, как ели, что он поворачивался. Вот, едете со строителя на Котовске, проезжаете в Котовске, проезжаете в Котовске, проезжая по вороту на Котовске, да? Да, ой, далеко еще, там далеко. А, ну, ясно. Это, как вы проезжаете, слева будет кафе Марианна, потом чуть вправо уходит дорога на окружную, чтобы на окружную уходить. Потом дальше как раз указка становится, конец Бокина, и где-то с километра стоит указка, поворот налево так, поселок Новый. Вы езжаете в него до магазина. В магазин увидел, вправо идет улица Магистральная. Вот там он живет. Там воздух свежий, там река не далеко. Лес очень далеко тоже. Да, лес еще не далеко. Так, Анжелик, а привет Катюше. Я с ней не общаюсь. Вообще не общаете? У нас там не общается, поэтому я вижу. Нормально? Ну да, помогаем. Так, ну что ж. Спасибо. До свидания. До свидания. Я говорю. Там же для боевых ветеранцев. Ну да. Вот у меня есть, кстати, летчица. Она, значит, 80 лет исполняется в декабре. Ну вот это тоже его почера-весецца, этого Маковского, Тоня Кабанкова. Она летчица, она летала здесь сколько-то. А в годы ранее работала в комфорте. И у нее нельзя такая. Александр Дагмиранович, можно так и занять? Там тоже в комфорте, там. Ничего. Можно мы тут будем встречными в начале? Где? Нет. А где они? Можно. За голосом, например. Я думаю. Они вас тоже туда пустят. Почему? Потому что они сидят, бежуют, работают. Списки взяли, ели, значит так. И вот там по адресам, где люди находятся. Надо встречаться с людьми там на местах. Что вы сюда будете вернуть? Тут еще, значит, тоже с ними обязательно. Телефоны все засекречены. Даже вот звонишь, когда вот адрес есть. Не дают ведь они. Все телефоны закрыты. Вот это только нужно лично с ними. Значит, ну чей телефон только договариваться, чтобы согласие было. Они даже там, они за письменное, чтобы тоже было только письменное. Вот, например, я говорю. Ну, справочников сейчас нет, справочная. Попробуйте вот какой-нибудь телефон. Какой справочный? У нас 0,9. Не дадут телефон. Ну, давай, 9 вам дадут, там будет полчаса звонить. Не, 0,9. Телефон не дадут. А есть его сдавление песни? Посмотрели? Нет. Все. Значит, вы смотрите, у нас есть. Указания. Там на 4. А мне показывали президента указания. Значит, есть там. Песня точно. Песня точно. Попробуйте. У нас есть списки людей в районах. И там есть переходы. Что вы еще хотите делать? Нет, но только с ними нужно согласовывать лично, что к вам можно придут. Мы не просим. Ну, и звонить согласовывать лично. Я так и делаю. Ну, и звонить согласовывать лично. Я же не понимаю. Ну, что еще? Нет, мы не можем дать просто список кому-то еще отдельно. Ну, у меня теперь согласовывать значок. У вас человек вот есть, которого мы знаем. Позвонили ее старшим товарищу. Записали данные, что это не с улицы. Этому человеку можно доверять, можно давать. Она работает с ними, что у нас телефоны каждого есть. Вот. Звоните, прийти, не прийти. Ну, потом откуда звонить? Только и дома. Я, например, могу тут мне сказать, что… Да, потому что дорого, да. Весь поминутная. Она позвонит. Откоминутная. Ёзухова и самовестерная. Топинутная. Так. Короче, вас нельзя, да, встречаться? Ну, я не знаю. Время, что у нас… Ну, я не знаю. Может, они… Ну… Да. Это то же самое. Зачем приглашать сюда, а потом идти к ней? В какой смысл? Нет. Ну, просто-напросто некоторые говорят… Вот мы с вами дома не будем встречаться. Может быть, где-то в комитете… Почему они дома не будут встречаться? Ну, не знаю. Не хотят. Ну, не хотят, значит, им не надо о них писать. Пишите о тех, кто… Ну, ладно. Пишите о тех, кто… Он не хочет… Он участвует воды, он не хочет… Приходят люди. А вот тот раз мне выговорили в этом, в колледже, потому что в зал, у нее там какое-то было… должно быть совещание. Она говорит, ну, я, говорит, на одну минутку, там, на две, на пить пустила. Ну, сколько-то… Я говорю, ну, я уже сказала, говорит, что нужно заканчивать. И потом ей, может, нужно было в зал идти. И там вообще, говорит… Ну, говорит, я не знаю, как это говорит. Понимаете? Она уже недовольна. Товарищи, слушай, не могу. Вы приходите к Александру Петровичу. Вот, Александр Петрович, ты там защищал, ты там… Мы про тебя хотим снять, снять все остальное. Знаешь, вы только мне пришли. Пойдем к Владимировну, что хватит, там, снялся, мы будем его сдавать. Он тебе зачем? Понятно. Вы понимаете, что… Ну, я думаю, зайду в положение. Понимаете? Я хочу… Я хочу… Ты ко мне не ходи. Вы делаете гораздо проще. Если он не способен, значит, есть совершеннолетний, есть совершеннолетний, а есть, значит, по суду, лишенный… Не способны. Не способны. Ее по субовичу. Чего с ним разговаривать? Что с ним разговаривать? Что с ним разговаривать? Вы разговариваете то, что уфекунда, опекунду или уфекунда. У нас орлаова, дочь и решила… Это способность. Что с ним разговаривать. Ведь это не способность? Я работу, дочь и верю, верю, верю. Есть способность. А потом это не дождь. Это не дождь, а потом я дождь. Это не дождь. Не дождь. Это не дождь. А вот капирил, я с мёрзом. Там на… Вот, смотрите. почему и подпишет посмотрите в вас мы являемся в доме участвовать нет и неудобно мешать отца вот, ну она вынуждена делала, это понимаете, вот я о чем мне был сделан поэтому я вам предлагаю за то, что он заслуженный, да, все остальное у меня жена, вот тоже что, она, Агумана, завещатель писал, там, и пришел, там, бабушка, а они тоже завещали, там никто рядом не должен быть но вещает нормально нормально вы делаете большой такое ответ я говорю как, мимо, я не вижу, я не вижу мимо, а если он с детства врачу, ну потому что, что-то, так случилось, есть, значит, симптом Дауна, есть, конечно, желательно все, 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 не дожди идти кушкой, у вас и порой есть, у вас такое желание оказать помощь всем остальным, но не все ваши возможности и желания могут исполнить, уж генерал, ему лучше доброе дело сказать, что-то объяснить, а он же, а почему мне доброе дело, говорит, он может для себя какой-то порт, да, ну вот я нарожаю, да, я его нарожаю, но не жалую Ну что, что сделали? Ну ладно, так что мы можем, так что всего мы сделаем Смотрите, у нас в милиции тоже план давали, ты должен сзади поймать сколько-то. Ну ладно, я тебе напишу. Сколько человек? Восемь. Сколько? Сколько? Сколько, например, Акасия, а как вот ей значит это? Ну, я с ней вообще не так хотела, потому что нам сказали, что лучше, чтобы не иметь лишних проблем, не обидеть. Ну, Акасия, хоть ему помогает. Акасия заинтересовала, например, Акасия, а вот я знаю, что я уже учусь. Это, конечно, это, пенсия. Потому что... Нет, ну, я же теперь и не получаю. Дело в том, что я же с вами не в последний раз, именно, видите, какие-то памилии, я с ним сейчас сначала, а потом... Нет, ну мне, посмотрите, с кого вы берете, потому что что вы, это, интересно, с кого вы с этим вообще? Сколько человек у вас здесь стоит? Ну, достаточно, вот вам есть в 10, когда мы оплатили. Ну, это вообще не хорошо было, что вы с этим. Ну, это не отназывает, я тоже так думаю, это Наташа вообще. А кто? Кто вам руководит? Наш Комиссар. Кто? Комиссар в движении. А кто Комиссар? Наташа. А фамилия? Кучина. Кучина? Да, Наташа. Вообще, Наташа в движении остались. Мне интересно, конечно, посмотреть вот это письмо, вот это. Ну, я пойду на чемашу. Ну, да, я уже, можно посмотреть. Не, найду там, вот это. Мы смотрим, что у него... Потому что и Катя пыталась. Она у меня, что я хочу. Да, не прихожу. Да. Да. Ну, а завтра в томник я тоже не присоединился. И следую. В томник следую я не позвоню, чтобы я не могу. Два дня я не приду. До четверта. А тогда это занято. Угу. Все. Я пошел. Ну, что такое... Ну, все. Побежала. В среду он уже выйдет, да? В среду он уже выйдет, сказал, да? Ну, или в среду, в четверт. Ну, там вот так. То ли в ответ, то ли... Ты не могу. Все. До свидания. До свидания. Ну, я так сказала. Ну, я так забыла, когда Николай Николаевич не перезвонился, и говорился в областном области. И, по-моему, Николай Николаевич тоже на Канде записывал, потому что он в Канде есть. Но на Кайте его не помнили, если не надо. Поэтому я с ним вчера говорила. А ну, я что? Потому что Николай Николаевич его сильная. То есть много раз – всего-всего дает. Да, очень дает. Вы просто дает. Вот это... Ну, ты что... Что? А что? Да, ты тогда? Нет, это что-то. Зачем я встал туда? Да, это что можно сюда вот? Сюда? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...